Алена Данилкина Алена Данилкина Вот вы писали Когда Анна Ведута едет в метро, болельщики Спартака становятся синими И хочу, чтобы Груздева и Ведута дрались в грязи Комментировала бы все Тесак, а монтировала бы Чирикова Когда Анна Ведута умоляет, плачет даже Господь Вот скажите, вообще, почему так-то? Вам нравятся эти женщины? Вы испытываете к ним какое-то сексуальное влечение или нет? Ну, Анна Ведута здесь, примерно, несколько неудачный Потому что ее я как раз как секс-звезду не промоутировал никогда Она как бы известна своей... Ну, по крайней мере, мне известно Грузию? Я с ней не знаком Нет, нет Она известна своей суровостью Про ее суровость ходят легенды А я не удивлюсь, если она в кожаных одеждах Ночью в подвалах творит какие-то непотребства с нашистами А вообще видно? Максим, а вообще ты видишь, когда, например, вот девушка, на нее смотришь Вот как она в постели? Вот Анна Ведута, какая она в постели? Нет, я старенький, меня это уже сегодня интересует, потому что... Нет, тебя это не интересует, но все равно В общем, они в общем и целом, вы в общем и целом, все одинаковые там, в этой самой постели, как и мы Вот Гораздо интереснее найти симпатичную школьницу и всей мощью, значит, моего пиар-потенциала Ее выдвинуть вот так вот перед толпой и посмотреть, как она себя будет вести Вот это гораздо интереснее То есть тебя это заводит на самом деле? Можно сказать, что это твоя сексуальная фантазия? Мне вообще как бы... Школьница твоя сексуальная фантазия? Да нет, ну почему нет? Нет, почему нет? Хорошо Но, как бы, понимаешь, люди получают удовлетворение, если ты хочешь сексуальное удовлетворение, из разных вещей, да? Кто-то, я вот говорю, в кожаных куртках там ходит С пряточкой Кто-то голый на пляже загорает, да А кто-то школьница, значит, перед толпой выставляет и смотрит, как они себя будут вести Но я на виду-то тоже вижу, когда она над нашистами издевается, мне кажется, вот в кожаной одежде, с плетками Ну вот, мне кажется, что-то прям БДСМ Я про нее ничего не знаю, по-моему, она довольно скучная баба Но вот так вот на нее смотришь, сексуальная она или нет? Все-таки Как бы слово сексуальное, оно... Ну что такое сексуальное? Ну что такое сексуальное, кстати? Давайте разберемся в понятиях Ну что такое, которое стоит у тебя, это не... Не сексуальность, да? Это невозможно совершенно формализовать, понимаешь? Там у человечества стоит на, не знаю, на Монику Белуччи А меня эта баба в совершеннейшую тоску вгоняет А какая баба не вгоняет в тоску? Жена моя, например Жена-то, понятно Вы тут все про жен любите говорить, как вы их любите, никогда им не изменяйте Те женщины, которые были у меня... Ну а зачем же я на ней иначе женился? Которые были у меня до жены То есть это непонятная совершенно реакция А может вообще просто стоять на других женщин? Ну это не значит, что вы там с ними будете спать Но просто стоит Может быть, конечно А с вами же такое случалось? Да постоянно Я же живой человек Я же живой человек, это конечно И что, эти девушки есть в интернете, например? В Твиттере? Да, они везде Они везде, да? Да Хорошо И в Твиттере, и в Егиттере, и везде, и на улице Очень часто, вот я смотрю про Лолиту Груздеву, вы пишете, она вам нравится? Лолита Груздева, классная, красивая тёлка, да Сексуальная? Но у неё и знакомая, помладше её, Лада, она ещё лучше Которая... Красивее Она, правда, пока, да, не... Ой, я её очень люблю, прямо такая секси Она не такая разумная и мудрая пока, как Лолита, но ничего А вот вы ещё, смотрите, писали про Ксению Собчак Ксению Собчак не может оторваться от какашки Ну... Нет, это не я не писал, это, наверное, ретвит какой-то Я вообще слово «какашка» никогда не пишу в своей жизни Наверное, даже в детстве его никогда не говорил Как вы думаете, ну, тогда хорошо, раз вы начали обсуждать Ксению, вообще, вот пара Яшин и Ксения, вы думаете, они как вот в сексе? Вообще, они подходят друг другу? Ну, почему нет? Яшин, как мы знаем, двух агент ШФСБ за раз удовлетворить может, он нам сам об этом рассказывал А то, что мужчины рассказывают, это всегда правда? И они любят похвастаться, да вот я там с ней, я её и так, и так Не знаю, наверное, есть такие мужчины, для которым это важно Но есть машины, которым важно, на какой машине они едут, например Но вообще, член важен для мужика? Ну, я не знаю, насчёт абстрактного мужика А вообще, для меня они нет Индустрия по его увеличению довольно большая Но меня этот вопрос никогда не интересовал Хорошо, такой ещё вопрос Как вы думаете, вот есть разные женщины? Там, Топчак, там, ведут, мы обсудили Например, женщина Чирикова Она вот вообще вызывает какой-то интерес? Мне очень нравилась Женя Чирикова Поначалу, тем более, что я не узнал ни по фотографиям, ни из интернета Я узнал о ней, познакомившись с ней персонально, лично До того, как я её увидел, я про неё никогда не слышал И она произвела совершенно ошеломительное впечатление Своей, значит, тем, как она излагает Значит, она на моих глазах села перед Женовским И стала перед ним так излагать, что он просто сидел, как цыпочка И смотрел на неё восторженными глазами То есть она возгуждает вот этим вот своим Не обязательно же она может быть красивой Так было, так было, так было К сожалению, Женя стала сходить с ума И сейчас она больше на такую собачонку напоминает Которая лает на всё подряд По-моему, сумасшедшие женщины, они ещё круче в постели, нет? Полгода назад она, значит, говорила, что плохо, что лес вырубают А вчера я прочитал у неё, что плохо, что лес сажают Это понятно Я говорю про то, что, ну, насколько она сексуальна И насколько вообще, вот, как думаете, какая она в постели? Вот ими, ищите кого? Я не знаю, какая она в постели Но если мы говорим про женщину такую Которая в постели очень экспрессивная То это, вообще говоря, неудобно довольно А какая удобная женщина в постели? Удобно та, которая, как бы, с тобой в унисон действует Вот А те, которые, как бы, активнее тебя или пассивнее тебя, они неинтересны Ну, согласитесь, что сейчас чаще всего все становятся ленивыми Даже в постели Ну, не хочется Ну, так это с возрастом приходит С возрастом, в том-то и дело Никто не хочет друг друга, там, доставлять удовольствие Мне вот, мне кажется, такое есть понятие Там, сексуальная бедность Сейчас просто даже, вот, меня девушки не делают И даже не знают, как его делать хорошо и правильно Никогда не сталкивался с такими девушками То есть вам сосалят как следует, как вот нужно Ну, не знаю, может я выбирал тщательно А хорошими нет, это что? Ну, вот, прям, когда мужчина нравится Не знаю, глубокий Не, не бывает хорошими нет Не бывает хорошими нет? Нет, 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 женщина никогда не поймет Как достать мужчине удовольствие, на самом деле И точно так же мужчина никогда не поймет, как достать женщине удовольствие А мужчина мужчине понимает, например? Может быть. У меня не было такого опыта, но вполне может быть, что мужчина более понимает. Вот, может, поэтому ей им нравится друг с другом, потому что они понимают, как достают друг друга. Как этого задают, почему им друг с другом нравится? Не знаю. То есть, ну, меня-то все-таки хорошее дело-то или нет? Конечно, хорошее, а как же? Ну, вы говорите, что хорошо никто не делает, но дело-то хорошее, но хорошо никто не делает. Не, ну, это все равно хорошее. Ну, как? Конечно, хорошее. Просто сам с собой мужчина действует гораздо эффективнее. То есть анонизм вы имеете в виду? Можешь это так назвать. А, кстати, в Китае недавно произошел чемпионат по анонизму. То есть китайцы... На скорость? Наоборот. То есть они надевали такие маски специальные, которые, причем, обезображивали их лицо абсолютно. Вот, потом они брали кастрюльки такие. И кто больше продержится, тому и приз. Спонсор, по-моему, были какие-то резиновые бабы, в общем. И человек, который продержался 10 часов, то есть вот он... Яйца должны очень болеть к этому времени, через 10 часов, поверь мне. Они, в общем... Яйца вообще в принципе важны. Они болеть уже через час будут очень сильно. Ну, вот, собственно... Кстати, вот у нас конкурсы постоянно красоты происходят там в Твиттере. Кто там секс-символ, не секс-символ. Может нам тоже устроить там по мастурбации какой-нибудь конкурс? Думаете, в России это прокатит или нет? Или это только вот такие прогрессивные страны, типа как Китай, могут себе это позволять? Не знаю. Может и прокатит. Вообще русский народ насколько сумасшедший в этом отношении? Я никогда не берусь... Не, русский народ довольно консервативен, конечно. То есть вот эта фраза, что в СССР секса нет, она знаменитая. Она очень как раз характерна для русских, а не для советских. То есть там то, что происходит с закрытой дверью в спальне, это там одно. А то, что говорится снаружи, это другое. Хотя надо сказать, что в порнухе сейчас русский жанр очень развит. Но порнуха сейчас популярна до сих пор, то есть она всегда всю жизнь была, всегда посмотрели. Нет, как она только популярнее, становится и популярнее. То есть эта тема, тема секса, она всегда всех интересовала, интересует и будет интересовать. Человеку что, надо пожрать и потрахаться? Больше ему ничего не надо. А выпить? Подождите. Не-не-не, выпить это уже без этого можно обойтись. Хорошо, а вот если бы вам пришлось отказаться от чего-то там, например, от секса, от водки и от интернета, от чего бы вы отказались? Я бы от секса отказался. Серьезно? То есть интернет? Да. Ну там ничего нового я для себя уже не найду, а в водке я каждый раз нахожу для себя что-то новое. Ну то есть вы что, в сексе разочаровались? Нет, я не разочаровался, но просто всему свое время, понимаешь, в игрушки-то я не играю уже тоже. Вы игрушками не пользуетесь в сексе? Нет, я имею в виду игрушки такие. Я поняла, что вы имеете в виду новое. Нет, в сексе я никак игрушками никак я не пользовался. Какая-то сексуальная бедность, понимаете? Почему? Ну вот, потому что ощущения другие совершенно. Почему вам вот не захотеть, не попробовать? Почему? А какие могут быть ощущения? Оргазм, он и есть оргазм, понимаешь? Никакой игрушкой ты не изменишь его. А, то есть у вас мужчин кончил, и всё? Нет, у женщины мои тоже они кончаются. Нет, подождите. Да, я не отпускаюсь из этого. Хорошо, 20 лет вы живёте, всё равно скучно. Привыкаешь друг к другу, уже прикосновения не так тебя волнуют. А зачем ты на женился, если не так тебя волнует? Ну слушайте, ну жена это жена, вы же сами понимаете. Не, я понимаю, у меня есть жена, а у тебя нет. Пока нет. А что вас возбуждает тогда? Голая женщина меня возбуждает всегда. Всегда голая женщина возбуждает. А тексты, которые вы пишете в интернете, они вас возбуждают? Вообще твиттер, когда вы пишете, возбуждают. Вот я иногда пишу, прям возбуждаюсь. Они возбуждают это. Потому что многие политики... Нет, я могу как бы заводиться, потому что когда начинает переть какая-то тема, я возбужусь, но это не в сексуальном смысле, а... Я и говорю, что все равно же можете заводиться, но пускай это будет даже не про секс, но вот какой-то такой драйв. Ну это такой творческий кураж, да. Творческий кураж. Хорошо. Драйв, да, хорошее слово. Драйв. Это драйв есть, да. Такой внутри там прям такой огонечек появляется, и прям классно. Чтобы его унять, надо выпить. Надо выпить. Хорошо. Такой еще вопрос. Я хотела спросить, тоже много читала про жену Навального. Вы писали про Юлию, что она немного... Она в принципе немного похожа на Гитлера. Я подумала... Почему на Гитлера? Юля Навальная на Гитлера не похожа, она очень красивая. Я даже прочитала. Я когда Навальный... В Криттере. Я познакомилась. Гитлер, по-моему, тоже красивый как мужчина. Я с ней познакомился в 2005 году, когда вот Навальный приходит такой тупкий модель. Навальный говорит, это моя жена, я ему не поверил. Я прочитала в Твиттере, что кто-то написал, что она похожа на Гитлера. Я подумала, что Навальный тайно влюблен может быть в Гитлера, и поэтому он женился на Юлии. И там такая сексуальная подоплеха, нет? Навальный больше похож на Гитлера, чем Юлия. Значит, Юлия, значит, желает Гитлера. Над Гитлера, похоже, ведут. Гитлер. Все понятно. Надо ей пририсовать усы, посмотреть, что получится. Ну, просто же всегда эстетика Третьего Рейха, она же возбуждала очень сильно. Так может быть, если они ведут пририсовать усы... У меня кожаная тема вот никогда не возбуждала. Это за что, пока она возбуждала? Она ходила в кожаной шапке с черепом. Скажите, пожалуйста, а вот Бажена, да, вот этот вот мем, который... Бажена очень сексуальная. Сексуальная. Я, правда, сказал, что я не понимаю смысл этого слова, но Бажену я видел живьем единственный раз в жизни, и мне хотелось прям тут ее на пол повалить, потому что такая она прям... И прям поцелуем зовущая. Прям такая. Да. Мужчины все ее вожделеют практически, кто увидит, как ее видят? Не знаю. Твою нет. Она... А чем она приликает? Она в жизни очень сильно отличается от того, что мы видим на фотографиях. Она в жизни гораздо красивее, чем на фоточках. Это довольно часто бывает. А какая у нее грудь? Вы заметили? Да нет, я как-то не на части смотрю. А вот на что? У меня была девушка такая, которая говорила, ой, посмотри, какой красивый нос у девочки. Или какой там у мальчика красивые уши. Я так не умею. Я это как целиком человек. Вот посмотрели, поняли? Целиком. Хочу. Да. Вот эту хочу. Эту не хочу. А, кстати, у вас не делятся мужчины вот на две части? Трахнул вы и не трахнул вы. Мужчины? Как у мужчин. Нет, у вас не делятся девушки так на две части. Как вот у вас у мужчин? То есть у нас у женщин, ну, да, ничего, ну, все понятно, какой он там. А этот, ну, вот интересный, даже интересно, какой он там в постели. Ну, потому что вы подходите с позиции позволить, не позволить. А мужчина, он завоеватель, понимаешь? И для него, может быть, и спортивный интерес присутствует в том, чтобы добиться женщины. Ну, вам же не 18 лет, ну что, под 40 лет тоже до сих пор вот это вот. Не, не, это тогда было, да, сейчас, конечно, нет. А сейчас что? Сейчас я предаюсь воспоминаниям. Хорошо, если не про вас, про других, которые не предаются воспоминаниям, которые предаются постельным утехам. И откуда она еще не в голове? На разочек, например. Ну, как бы, что это за мужчины в 40 лет, которые там носятся за телочками, и после первого раза такие довольные, поправив там свои чресла, и идут дальше домой? Это мужчины, у которых не получилось в жизни. Ну, то есть, когда они бросают девушку после секса? Человек, который, да, гоняется за малолетками вот в таком возрасте, ладно, там в 40, а когда в 60, такой человек вызывает у меня… Может, у них проблемы какие-то, комплексы внутренние? Жалость. Да нет, это просто, понимаешь, стремление, как бы, все время проживать одну и ту же жизнь. Не разные жизни проживать, вот по имени проживания, да, потому что каждый возраст – это другая совершенно жизнь. А все время стремление проживать одну и ту же жизнь, там, вот от 20 до 30. У тебя закончилось, стало 30 лет, а ты опять хочешь от 20 до 30, и так вот до старости. Это вызывает у окружающих всегда смех. А нет такого, например, когда вы смотрите на девушку, вот мужчины, вы не представляете, как вот она и что делает в постели именно? Вот как у вас мозг работает? Понятно, что все мужчины сначала вот… Представляю я женщину голой? Да. Представляю, конечно, если она мне нравится, да. И как дальше должна себя девушка повести, чтобы вас зацепить? Ну, знаешь, какая штука? Вот когда мужчине где-то лет 35, на него начинают вешаться вот там 18-летние девочки. Это, видимо, у них связано с… Я просто не знаю, на меня вешались, я думаю, что и с другими так тоже происходит. Просто вот мне кажется, что девочки, которые там выходят на это широкое поле большого секса, они хотят, и неинтересно со сверстниками, они хотят, значит… Широкое поле большого секса. Я тоже хочу туда выйти, где оно, скажите, это поле чудесно находится. Научите туда дорогу дойти, я пойду туда. И они, как бы… А им же довольно просто, понимаешь, вот это 35-летний человек какой-нибудь, который там, допустим, женат, там у него дети или даже нет. А тут маленькие девочки подходят к нему, с его точки зрения маленькие, 18 лет, и сами на него прыгают. Конечно, многие этому соблазну поддаются. Но если этот момент, как бы, перетерпеть, довольно недолгие. А зачем? Вот зачем перетерпеть? Ну, если там у тебя семья, ты же не можешь себе позвольте. Но многие же позволяют. Потом… Большинство. Каждый человек. 80% максимум открою вонтайну, позволяют и делают это с большим удовольствием. Каждый человек для себя сам решает. Просто, если ты обманешь, то жить-то тебе потом придется с этим внутри. Даже если твоя жена никогда не узнает, ты-то знаешь. И что? Ой, прям мужчины такие целомудренные. А, нет, нет, я очень люблю, как бы, свою совесть. Это у меня такой… Так это, может, хороший имидж для обмана. Я тоже так всегда говорю. Я вообще… Это самый трепетный орган, я к ней очень бережливо отношусь. А как, даже трепетнее, чем к члену? Да, к совести, да. Совесть, прям, это важно, да, получается? Важнее, конечно, да. У меня еще есть такой вопрос. Я, когда хожу в баню, я вот всегда смотрю на всех голых женщин. Прямо обсматриваю их, мне интересно. А вот вы, мужики, когда ходите в баню, вы смотрите, у кого там что и как? Не, у меня своя баня, поэтому… Ну, вдруг кто рассказывал, поедаете, думаю, у кого, а, типа у этого маленьких ха-ха-ха там или нет. Есть такое что-то? Не знаю. Ну, я хожу в бассейн, когда… Нет, я на это не обращаю внимания. А другие обращают, интересно? Ну, когда вы же моетесь, там, у вас это все болтается, такие… Не знаю. Мне вообще кажется, что… Я же, ты расслабляешь других мужиков с вами, когда меня или нет? Да, здорово было бы сейчас позвать их сюда, посмотреть, так ты… У тебя вот так… Я пробовал смотреть в то раз гомосексуальную порнуху, нет, она меня совершенно не задевает. Да, а мне вот очень интересно, я очень хочу посмотреть, как геи друг с другом. Что ты хочешь посмотреть? Да посмотри, у вас компьютер стоит. Я хочу вживую. Компьютер, ну, как бы не совсем интересно. Ну, так, как будто бы они меня не видят, а я вот хочу посмотреть на них. То есть это не очень интересно? Ну, вот, мне было интересно, будет меня это… Штырить. Да, штырить или нет. А какие еще есть сексуальные фантазии, Максим, у тебя? Не штырить. Да нет у меня никаких сексуальных фантазий. У меня есть фантазии на берегу моря жить, на яхте по Белому морю плавать, ловить большую серебристую рыбу. Вот мои фантазии. Кстати, какой длиной у тебя удочка? У меня разные есть удочки для разных условий. Для разных условий. Да, конечно. Более-друге интересно. Одно дело, ты ловишь с берега, другое дело, ты ловишь с лодки, они должны быть для этого разной длины. Это имеет отношение в сексе? Если переложить. В сексе нет, с удочкой. Один, одна удочка. Удочка вряд ли поможет в этом вопросе. Ну, хорошо, вот жизнь-то ведь не закончилась. Максим, я просто переживаю за тебя. Как же ты без секса-то вообще? Так жизнь, она, если я говорю, она все время разная, понимаешь? В какой позе ты любишь хотя бы? Ну, там, раком или там миссионерской, приобнять или что попроще? Я в разных. В разных. В разных. То есть ты как бы двигаешься. Да, да, да. Это даже очень увлекательно. А ты любишь целоваться? Никаких табу не бывает. Иногда меня пропирает, да, целоваться. Иногда не очень. Молча, что ли? А? Молча? В смысле молча? Ну, просто молча и не целуешься. И как бы просто, ну, фрикции выполняешь без поцелуев. Я просто тебе представляю и сразу же живо. Тебя сразу в том, я уже в голову лежу в постели. По всей постели, значит, причем сам на виду ты почему-то одета в Гитлера. Я пытаюсь ответить на твой вопрос и понимаю, что на самом деле мне довольно трудно вспомнить, как это происходит. Потому что ты помнишь, как начинается, помнишь, как заканчивается. Если бы тебе жена подарила проститутку, ты бы согласился? Не помнишь. Но если втроем, то может быть. Может быть. Черт, хочу быть твоей женой. А так просто в одиночке, не очень понятно, зачем. Для развлечения. Ну, вот, например, просто не развлечения. Да нет в этом никакого развлечения, потому что... А если обезьянку? Потому что ничего нового-то не будет. Ты прям уверен, что в сексе ничего нового не будет? Так ты потому что ничего не пробуешь новое. Да нет, ну, довольно там было какое-то количество женщин у меня. Ты даже игрушками не пользовался. А это новые ощущения. 20 лет я, значит, этим всем занимаюсь. Чего я нового? Сколько тебе лет? Больше 20 лет. А на сколько ты детственности-то лишился? Ну, где-то в 20 лет, наверное. В 20 лет? Ну, ты старичок. А что так поздно? А ты знаешь, у нас как-то... В нашем классе как-то вот эта тема, она вообще не стояла. Может быть, это было... Я не знаю, с чем это было связано. То ли с тем, что это была советская власть, то ли с тем, что это была такая академическая школа очень приличная. И класс у нас был такой очень приличный. Хрен его знает. Но... Просто вообще, просто вообще, просто вообще эта тема, она вот не фигурировала. Даже не целовался никто ей. Обнять девушку считалось, да, у нас в 10 классе каким-то подвигом, да. Мне так помнится. Может быть, я что-то не знал, от меня скрывали. Было такое понятие мацать. Мацать грудь, мацать грудь. Мацлули-то грудь. Ну, были, да, такие, которым было интересно помацать. А ты сам не мацал. А я компьютер мацал. А почему слово-то мацать такое? Я компьютер мацал. Почему слово такое мацать? Ну, что оно вообще означает? Я просто уверена, что ты себя понял. Какое-то южно-русское слово мацать. Трогать, да? Да. Вот я еще помню, читала у тебя в Твиттере тоже, что минет придумали французы, по-моему. У меня в Твиттере ты такой... Я никогда не писал про минет. Может, у себя в Твиттере. Я очень много ретвичу чего и цитирую. Может быть, да, да. Без совершенно всяких упоминаний. Ты что-нибудь знаешь о происхождении вообще минета? То есть откуда он взялся? Мне вообще кажется, это слово ужасное, в нем есть отрицание. Минет. Как-то вот оно вообще мне не нравится. Я бы его заменила каким-нибудь. Давай придумаем новое слово. Вот не минет как бы, вот и не сосать. Это же вообще ужасно все. Минет, сосать, как бы вот... Почему? Чем слово сосать плохое? Ну, сосать хорошее. Оно хорошее. Аминет плохое. Оно сосать хорошее слово. Ну, многие же считают, что это неприлично. Почему? Есть еще слово отсос, вот как бы... Сосать, а конфету сосать прилично? Конфета сосать прилично. Жвачку жевать, соску сосать. Жвачку жевать и член сосать, мне кажется, такие разные вещи. Почему? Некоторые делают это, даже не вынимая жвачки изо рта. Наматывают на член, что ли? Это что-то новенькое. Пузыри надувает. Пузыри надувает. Их протыкаешь потом. В общем, членов? Тебе когда-нибудь денег у меня нет, например, с сгущенным молоком? Знаешь, так заливают. Нет. Губы так приликают, прилипают там. Нет, не делали? Попробуйте с женой. Мне кажется, тебе понравится. А мне-то тут при чем? Как это при чем? Я вообще хочу, чтобы у тебя что-то было новое. Это зачем делаете, сгущенное молоко? Чтобы сладкое было? Тому кто делает? Ну, это приятно говорят. Я не знаю. Не знаю. Я предлагаю тебе придумать сейчас слово, которое заменит словами нет раз и на всегда. Мне нравится слово сосать. Сосать? Да. Ну, это все знают. Сосиху я и все время каша мне говорит. Да, кстати. А я ему говорю сам соси. Откуда у вас это все взялось? Потому что меня все в твиттере спрашивают, блин, Алена, прости, пожалуйста, у Максима, почему вы друг у друга сосете постоянно хуй? Чего он не достает, мужчины? Я не знаю, чего не достает кашину. Но начинает всегда он. Ну, то есть он хочет у тебя постоянно отсосать хуй? Нет, он мне предлагает это сделать. Предлагает, чтобы ты у него отсосал? А я ему говорю, чтобы он это сделал сам. Сам себе? Да. Удалил ребра? Бедный Олег, за что ты его посылаешь? Откуда вообще пошло вот это вот выражение, сейчас любимое у всех, не поместится в рот что-то? Как ты это все придумал-то? И почему ничего не придумал? Это я стащил у кого-то. Просто, понимаешь, я могу стащить какую-нибудь идею, довести ее до совершенства. Как ты думаешь, у кого-то стащил? Ты не помнишь? Я не помню, я не помню. Ну, мне кажется, что это такие какие-то... Ты ретвитнул, когда я написала, что моя сиська вам в рот не поместится. Ну, может быть. Если что. Может быть. Спасибо тебе. Все. Полночь, блядь. Выключаем свет. Отлично. Есть у тебя какие-то правила вообще, правила поведения с девушками? Ну, я не обижаю никогда девушек. Я, знаешь, смотрела на твою фотографию, думаю, все, трындец, мне хана. Вот сейчас он придет и просто достанет нож и так вот мне по груди, по попе и по всему, и меня не будет. Думаю, ты такой злой. Ты такой хороший, такой добрый, прям такой пупсичек. Я никогда не обижаю девушек, да. По той же самой причине, по которой я не изменяю жене, потому что совесть потом будет... Знаешь, ты очень много раз уже повторил, что ты не изменяешь жене. В этом кресле все вертятся, как на Юле, как будто бы... Нет, я первый раз это сказал. Второй. Первый. Ты вот это как бы не переживай, мы не скажем ей. Она не посмотрит эфир. Первый, первый, первый. Окей, сколько у тебя было женщин вообще? Я знал, что ты задаешь этот вопрос и посчитал. Отлично. Семь. Семь? Да. Должны? Ты знаешь, что вот восьмая. Кто? Ты же... Я восьмая. Ты же даст написано, да. Ну, семь. То есть можно надеяться, что у меня сегодня хоть как-то случится, да, секс? Семь. Это не будет измена, мы никому не скажем. Вы не смотрите, пожалуйста. Я буду восьмой, ну отлично. Я ведь так каждую неделю со всеми не справлюсь. У меня что-то, извините, не казенное. Хорошо. Макс, скажи еще вот, пожалуйста, такое явление геев. Вот я хотела с тобой поговорить про геев все-таки. Вот ты как к ним? Про геев или про пидорасов? Нет, про геев. Пидорасы как бы пидорасы. Там вот мы, у нас тут экран с немецкой волной, и там сидит человек такой, вот, не знаю, там не видят люди на экране. Вот он гей или пидорас? Я... Я отношусь к ним совершенно спокойно. Слава богу, я не являюсь объектом их вожделения, и ко мне никто никогда из них ни с кем предложения не подходил. Поргивай, хотелось мальчика попробовать. Ты знаешь, я... Нет, я же тебе говорил, что я смотрел эту порнуху, и она меня не трогает. И я как-то никогда не задумываюсь над этим вопросом, кто с кем спит, кто как спит, кто колется, кто курит траву, кто водку пьет. Просто каждый... Я не знаю, мне вот эти конкретные характеристики человека неинтересны. Мне интересен человек талантливый или неталантливый. Протелка мне интересна красивая, она некрасивая. Но в общем случае, если тёлка красивая и при этом не талантливая, то это тоже неинтересно. И она сразу тебя не вставляет. Да. Ты её не хочешь. Потому что когда глаза глупые, сразу... Максим, ты меня хочешь? Сразу неинтересно. Я тебе задала вопрос. Нет, ты не подходишь вот к этой... Критерии. Это даже не критерии, а вот какие-то такие вещи, понимаешь, которые вот заводят или не заводят. Во-первых, ты слишком старая. Да, почему? Это самое главное. Это первоопределяющий. Ты любишь школьницу всё равно? У меня заканчивается там, да, 18 лет и всё. Всё остальное старухи уже. А у меня никогда не было... Почему такая любовь-то? У меня никогда не было, честно говоря, секса с женщиной, когда в первый раз, с которой было больше 18 лет. То есть ты по молодушкам всё, да? Представляешь? А моложе-то были? Или ты сейчас не признаешься? Хотелось бы? Нет. Молодушкам тоже. Ну да, вот так, 18-19. Ну то есть тебе набоковские лолиты прям нравятся? Нет, лолиты было сколько лет? Ну она совсем была, 14 лет. Нет, ей было 12 лет. Это был последний возраст немфетки, да. Потом она уже, когда я был 13, она переставала быть немфеткой. Ой, не поломни из уха. Нет. Нет, в них не хватает... Они ещё не женщины. А, то есть они дети? Да, они дети. А ты всё-таки думаешь, что 18 уже готовая женщина? Ну, пойдёт. Прямо такая умная, вся мудрая, интересная. Ну женщина же не может быть 18, это же девушка. Ну есть же там какие-то критерии юности какие-то? Там девочка, девушка, женщина. Вот девушка это до скольки лет? Да ощущение это. Почему ты всё время хочешь от меня каких-то параметров? Ну мне просто же интересно. Формализованных. Я же не Хью Хефнер там, да. А что тебе нравится в 18-летних? Юность, кожа? Наверное, всё-таки вот эта открытость миру и готовность на всё. А что все остальные, ты считаешь, что в 22 она всё? Ну, а как вот мне... Я же тебе говорю, что ничего нового не будет. И девушка тоже там... Так у тебя просто было 7. В этом возрасте ничего нового не будет. Так это достаточно для статистики, 7 вполне. 7? Почему? Вполне достаточно. А что они были довольно случайным образом выбраны. Если со всеми им оказалось одинаково, то нет никаких оснований полагать, что если бы их было 70, то было бы какое-то разнообразие. А с кем было вообще прям, вот помнишь, незабываемо? Со всеми. Со всеми. А какой-нибудь, ну, неординарный секс был у тебя? Не, ну были неординарные там в каких-нибудь экзотических местах. Это, например, в каких? В подъездах, даже в кабине вагона метро. В кабине вагона метро? При людях? В задней. Не, ну это была ночь, там уже не было людей. А как это было? Ну, неудобно. Неудобно, неудобно. Быстро? Гловато, да, быстро. А еще какие места были? Ну, там, может, самолет, может, какая-нибудь столовая? В самолете нет. Ну, кабинеты всякие рабочие, да. А рабочие на столах? На столах. На столах тоже было? Между компьютерами. А как ты вот начинаешь секс? Вот мне даже интересно. Твои руки к чему-то там начинают прикасаться. Ты раздвигаешь ноги вот так вот. Что ты делаешь? Я не задумываюсь над этим. Как-то что-то делается руками. С секс начинается с поцелуя у тебя. Ну да, да. Поцелуя. Да. Просто многие сразу же лезут к клитору, например, и начинают его тереть, как дураки. Ну, как бы, вот прям тереть вот так вот. Ты думаешь, где ты лезешь вообще? Я же не похож на дурака. То есть ты как бы не сразу туда? Не сразу. А когда? Через сколько? Через некоторое время. Через некоторое время. А ты рукой или языком? Через положенное время. Когда как? Могу и так, могу и сяк. Отлично. Ты мне подходишь. Хоть я и старая. Да. Скажи... Трудно довольно довести девушку до оргазма. Почему это? Ну, у меня не получается. Рукой получается, а языком нет. Не каждый в этом признается. А ты как делаешь? Покажи. Я тебе сразу скажу, правильно ты делаешь или нет. Правильно. Я тебе просто сейчас прям покажу. Я тебе готова показать, как правильно девушке вообще делать кунилингу. С каким местом, языком. Чтобы все мужчины сейчас сразу же научились. Вот этим вот. А, вот этим? Да, очень приятно. Я попробую. Попробуй. Хотя это страшно неудобно. Мне всегда жалко очень девушек, которые делают сосуд. Сосуд. Потому что они вынуждены куда-то прятать зубы, понимаешь? Убирать их. Да, это довольно для них неудобно. Почему? Кстати, это вообще, ты не прав сейчас. Очень все удобно. А Глаш, один раз зубами за день, все надо сначала начинать. А нужно правильное положение иметь. Ну, то есть, не нужно вот так это делать. Потому что, ну, как бы, будет просто рвотный рефлекс. Ну, может быть, не знаю. Я не пробовал, мне трудно. Я сходила. Есть 10 техник. Кашин, может, понимает, я нет. Надо Кашина позвать, я уже хочу узнать. Ну, позовите, да. Он сейчас приедет. Он сейчас выступал сегодня в Европарламенте. Наверное, рассказывал им, как он это делает. Понятно. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь вообще, вот, я вот знаю, бывают люди, секс со стариками. Ну, вот прям со стариками. Я сама просто стариков-то вожделею. Не знаю, люблю, не знаю, что меня в них заводят. Дрябленькие вроде бы. Что-то уже не нравится. Это так же, как с детьми. Да? Это извращение? Нет, не извращение, а просто непонятно, в чем предмет состоит. В чем предмет состоит? В члене. В чем предмет? В члене и как бы в опыте. Больше, ну, ни в чем на самом-то деле. Да опыт. Какой тут может быть жопа опыт? Опыт может быть, там, у летчика, у хирурга. А в этом деле, какой может быть опыт? Скорее, а вот если вот все человечество вот умрет, и людей не останется, и останется только член и вагина, кто вообще победит, как ты думаешь? Это... И будет война, короче, тогда пофантазировать. Это акекдот про то, как остались на необитаемом острове, да, мужчина и женщина. Ну, может быть, примерно. Расскажи, я просто, ну, не помню. Я не знаю, чем закончится. Может, он ее съест. Кто он? Член съест вагину? Может, она его, мужчина, женщина. Может, женщина мужика съест. Нет, просто представь, даже уже женщины, мужиков-то не будет. Останутся вот эти органы, ходящие друг к другу. А как они ходящие? У нас было в школе, какое понятие, аэровафля, знаешь? Член с крыльями он летал. Член с крыльями? Ну, это как потом на шестой запускали на каком-то мероприятии оппозиционном, радиоуправляемый, да. Вот. Поэтому нельзя было рот открывать, вдруг залетит. И не поместится еще, не дай бог, в чей-то рот. Не знаю, кто победит. А может быть, они, вот у них будет симбиоз, они будут сосуществовать. Почему им надо обязательно кому-то побеждать? Ну, то есть, в общем-то, все возможно. Если вопрос зарабатывания денег не стоит, тогда нет предмета для войны. Делить нечего. Скажи, а когда мужчина понимает, что вот сейчас вот секс случится? Вот в каких случаях? Как это вот ощущается вообще? По поведению девушки? Или вот внутри как-то мужчина чувствует? Ну, это когда как. Ну, то есть, понятно, что мы сейчас с тобой посидели, это не значит, что мы можем пойти в дом. Когда девушка сама проявляет инициативу, когда ты проявляешь инициативу. Ну, хорошо, если да. И она поддается. А бывало еще так, что не поддается, а потом ты, значит, об этом жалеешь, и она тебе говорит, ну, дурак, надо было дальше, значит, стараться. По-разному всегда. А у девушки есть какие-то флюиды там? Как вот они, ну, взгляд какой-то? Как ты понимаешь, что она, окей, можешь к ней подойти, там, написать СМС? Мне попадались такие девушки, которые вот не закатывали глаза и не начинали тяжело дышать. А что они делали? По-человечески все получалось, не по-собачьи. Меняли себе грудь и смотрели на себя в зеркало, и ты понимала, блин, точно. Не знаю, как-то чувствовал. Просто чувствуешь, что к ней можно подойти. Ты знаешь, я человек творческий, да, литератор, а мне очень трудно формализовать. Я вот... А как бы ты подошел познакомиться? Я познакомился со своей женой в автобусе. Это был единственный раз, когда я познакомился с девушкой. Вот так вот подошел и познакомился. Единственный раз в жизни. Пришлось жениться. Здрасте, я Максим. Нет, она сидела в наушниках, и я сидел в наушниках, и мы с ней писали друг другу в тетрадке. И что, и как скоро вы там первым сексом своим занялись? Ну, довольно не скоро. То есть она тебя мурыжила, что ли? Ну, как... Вы ходили за ручки? Как этот процесс? Ну, да, свидания, мы ходили гулять, все такое. А это важно вообще для мужчины? Она была юная. Свидания, ходить, гулять. То есть не быстро. Мне кажется, да, если человечество придумало, как бы вот эту последовательность проходить ее. Ты думаешь, что это человечество придумало? Правильно, как-то приятно. Это Гитлер, мне кажется, придумал. Гитлер. Гитлер некоторые интересные вещи придумал. Кстати, ну, в этом есть что-то, понимаешь? Мне нравится соблюсти все дурацкие традиции, понимаешь? Даже если они дурацкие, но все равно, ты же должен как бы прожить, понимая то, чем живут вокруг тебя вот это все огромное количество людей, вроде твоих родителей, там все такое. Я вот не понимал же их, а сейчас я их очень хорошо понимаю. А есть такое, например, короткие такие романы, знаешь, вот прям... Есть, бывают, да. А есть такое разочарование? Ну, вот неинтересно и все. Вот, не знаю, там неделя, полторы, две максимум. Да, и такое бывало. Потом раз как отрезало вообще. Да, да. А почему так? Потому что быстро? Ну, не только через неделю, а бывало, что отрезало и... Наделось, кончил, надел трусы и... Не-не-не, через довольно долгое время, да, ты просыпаешься утром и уходишь, потому что понимаешь, что дальше уже... Не-не-не, ничего не пахнет, ни у кого изо рта. Потом, если тебя пугают такие вещи, как запах изо рта, то вообще непонятно тогда, как ты можешь про какую-то физиологию разговаривать. У всех пахнет изо рта. Понятно. Из разных других мест. Да? Мне кажется, у меня апельсинами пахнет, нет? Вот я наивная. Хорошо, скажи мне еще, пожалуйста, вот я думаю так, что все всегда хотят секса, по большому счету. Просто некоторые говорят, да нет, я же не такая, я вот так не могу. В итоге-то все равно всегда заканчивается сексом. Все. Ну да. В принципе, в тебя жизнь строится, ну, вот... Меня тоже... В какой-то момент, когда я понял, что действительно, на самом деле, любая баба хочет трахаться, для меня это было такое открытие колоссальное. Почему же я не знал этого 18 лет? Нет, а нам, получается, приходится вот это строить, вот как бы, из себя такое недоступное, чтобы вы, мужчины, получается, хотели... Ну, может быть, это тоже, понимаешь... Ну, что-то навязанные вещи просто. Из-за разряда вот этих свиданий, цветочной стадии, может быть, может быть... Ну, кто вот это все придумал и как это отменить? Чтобы люди просто занимались сексом, получали удовольствие и все. Человечка придумала себе за всю историю такое огромное количество всяких глупостей. Не знаю, ходить в церковь, молиться там деревянному кресту, абсолютно идиотическое занятие. Ну смотри, вот запретные темы, они же всегда почему-то всех манят. Вот секс какой-то в свое время сделали просто запретной темой. И всем как бы стало интересно, что, почему и как. А что ты думаешь, до этого им не было интересно, пока он не был запретной темой? Ну, интерес же повышается, когда тему запрещаешь, например. Когда что-то становится вот... Ну, что значит, ты ее запрещаешь? Все люди... В СССР не было секса. Ну, ты же помнишь, что... Ну, а мы с тобой откуда появились? Айст приезд? Я имею в виду, что не в том контексте, как сейчас. Это же лицемерие, это же лицемерие, такое же, как и религия. А ты и есть следствие, кстати, религии. Я мысль хотела просто свою тебе рассказать, что... Тебе не кажется, что если открыто всем уже признаться, что все хотят трахаться, все хотят секса и все хотят любви, от этого просто людям легче будет? Так это, ну, ничего не изменится абсолютно. Ничего не изменится, потому что все и так все это понимают, делают вид, что этого там нельзя. Не знаю, я знаю одну страну, где с этим действительно все серьезно, это Индия. Но я тоже думаю, это ненадолго. Из-за религии? Ну да, там вот как-то так принято, что вот нельзя. Тебе не хотелось каких-нибудь там филиппиночек, например? Вот бывает, что негритяночек каких-нибудь, экзотических женщин? Слушай, вот знаешь, я довольно много понимаю в водке. А в бабах-то как бы нет. Не-не-не, несмотря на это, у меня нету особенных проблем с тем, чтобы выпить там не то, что я пил вчера. Понимаешь, какая разница, негритяночка, не негритяночка, там то еще. Ну для кого-то же есть, вот сейчас я узнала, что у тебя нет никакой разницы, когда особенно есть водка. Какая разница, когда есть водка, это вообще с кем? С водкой не получается, да. То есть, когда ты пьешь, ты не можешь быть... Не-не-не, я... ...чем способным гражданином в России. Я-я-я-я способен, да, но я не кончу никогда. Не получаешь удовольствия? Абсолютно, да. Это давно с тобой так? Всегда было. Всегда было? То есть лучше секс на трезвую голову? Чувствительность, да, притупляется, так совершенно. А у девушек? Не знаю. Девушкам любят же подливать, чтобы они раскрепощались и забывали вот этот год. Моя жена не та самая, да и вообще как-то, особенно, я еще не помню, чтобы так с пьянами как-то совсем... Девушки попадались приличные, не напивались. Мне вот еще интересно, как вот мужчины ходят в штанах. Вот у вас, ну, как бы там, я смотрю, нормально все, не тесно? Нормально все, довольно мягкое, когда они в рабочем состоянии, поэтому можно по-любому положить. Это домашонка? Она как бы распадается на две части, и такие водопады там переливаются, и все нормально. Наверное, у худых людей переливается, у меня нет. Да у меня-то там, понятно. У меня, к сожалению, нет, если не могу понять, вообще, как вы в джинсах ходите, это же дико неудобно. Вообще, как вам вот с этим органом ходится? Мне кажется, он совсем неудобный. Или, ну, как бы вы привыкли, мужчины, и все. Ну да, наверное, мы привыкли. Бедные. Ну, наверное, мы привыкли, да? Ну, как язык вот во рту, он там, сука, болтается. Ну, иногда вот он нужен, да. Так и член, да, сука, болтается. Так и во рту бывает, тоже болтается. И такое тоже бывает. Хорошо, Максим, ну, что я могу тебе сказать? Желаю тебе все-таки попробовать чего-нибудь новенького. Даже если ты жене не изменяешь, все равно желаю тебе попробовать что-нибудь новенькое. А вот над Олегом Кашиным надо, конечно, подумать, пригласить его или нет к нам сюда. Пригласи, 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 конечно. Пригласи, было бы интересно. Ну что, я хочу закончить нашу передачу. Спасибо, с нами был Максим Кононенко. И я с вами, Алена Данилкина. Алена Даст, до свидания. Пока-пока.